Является таким историческим решением и делает все, чтобы у нас в этом вопросе, в этом направлении не было проблем. И понятное дело, что любое начинание, тем более, когда мы говорим о границах, о земле, мы находим и сторонников, и противников. В этом случае, то же самое, здесь нет ничего сверхъестественного, удивительного или же требующего кардинального изменения. Для тех, кто искренне считает, что это правильный шаг, тут объяснять нечего. Для тех, кто искренне считает, что мы где-то там уступили исторические земли, надо понятно объяснять, что ни мы, ни наши братские республики никому ничего не уступили, пошли, как было установлено в 90-х годах. А те, которым глубоко до лампочки, и до границы, и до решения, и до всех других вопросов, просто надо мутить. Ну, здесь, конечно, им пытаться надо объяснять, но при этом в Союзе безопасности я сегодня же проводил закрытое совещание другим органам, надо профилактические работы с этими людьми проводить. Тем более, мы уже видим, что эти люди, до лампочки, о чем вообще разговор, лишь бы там людей вызывать на митинги. И по выборам главы республики, и по пенсионному закону, и сейчас по этой границе, и завтра, если мы начнем обсуждать вопрос, там, где стадион строить, или там, где дорогу делать, тоже, опять же, эти же люди там появятся, одни и те же. Жителей просил бы сегодня максимально взять себе руки, я бы уже надоело говорить такие слова, там, провокации, не провокации, просто понимать, за кем вы идете, кого вы слушаете. Особенно молодежь, которая там, в своем большинстве, там, так воспринимает, и это тоже хорошо, что воспринимает, что якобы там земли, там, не земли, отдали, не отдали. Просто вы внимательно смотрите, за кем вы идете, и уж точно делайте выводы, анализ, кому можем больше верить. Вчера представитель правительства более чем понятно всем довел ситуацию, в том числе по карте. Еще раз покажу по карте, как оно шло, как оно идет. И надо, вот эти карты читаемые, они должны быть там, ну, каким-то образом надо постараться, чтобы они были читаемые, и на, вот даже вот эту линию, можно было бы ее там сделать, там, другим цветом уже пожирнее, там, прямо по ней провести. Мы начнем с Акиюрта. Здесь у нас было так, что вот здесь, вот эта территория, вот так, и туда дальше, вот эта все, вот эта граница, это все Чеченская республика. И вот этот клин, он входил почти до Акиюрта, по левой стороне, если мы в сторону Горогорска уедем. А с правой стороны, он почти до Горогорска доходил, и наша территория. Вот она. Поэтому мы здесь с руководством Чечни решили, для того, чтобы выровнять границу, уступила чеченская сторона, нам здесь, 1890 гектаров, вот здесь уступила, подчеркиваю. Мы со своей стороны уступили, вот в этом месте, то же самое, ровно метр-метр, 1890 гектаров. В итоге мы выровняли границу вот так, выровняли, и вот эта дорога, которая в прошлом была, как непонятно, вот там левая часть за Чеченской республикой, правая часть вроде бы за нами, непонятно было. Теперь эта вот часть дороги, она остается за Чеченской республикой, здесь надо дорожникам сейчас, правительству, поработать по передаче. А остальная часть за нами остается. Плюс мы совместно написали на совете глав письмо, я и глава Чеченской республики на имя Минтранса, чтобы для ремонта этой дороги, вообще там ее реконструкция должна быть, на 19-20 год заложить средства от Горогорского до Малгабека и далее, чтобы эта дорога там полностью была отремонтирована. Это раз. Дальше все граница, она идет по устоявшейся, как она была, вот она по этой линии идет, она дальше сюда переходила. Это устоявшаяся граница, которая была, ну, все время там, еще с 90-х годов. Здесь был спорный вопрос в районе Чемульга, мы его тоже решили, здесь никто никому не уступал, просто та сторона признала, что да, это территория республики, и в этом просто вот мы вот такой вот выправили ситуацию. Дальше, вот этот лес Чемульга-Арштей, этот лес, он был передан еще там давно Бамутскому лесничеству и фактически находился под юрисдикцией Бамутского лесничества Чеченской республики. С учетом того, что мы говорили по 90-му году, хотя тогда этот вопрос не решил никто, и никто этот вопрос не поднимал. Мы его сегодня подняли, и все, что с этой стороны Фартанги, мы признали, что это тогда Ингушская территория, признали факт того, что, и хотя это не вопрос там даже чеченского руководства был, почему, потому что это федеральная тема, лесхоз, но все равно решили вопрос таким образом, что мы провели межевую, ну, границу вот так, как мы сейчас говорим, условно она вот, она есть, и эта территория остается, она и была, и остается уже теперь за республикой. Единственное, здесь и наш министр природы, и его коллега Чеченской республики. Наскоп, после того, как это все утвердится, естественно, мы должны юридически уже оформить, что это было за лесхозом уже республики Ингушеки. Это порядка, там, не помню, 7 или 8 тысяч, 7 тысяч 200, да. Дальше, поднимите карту выше, все идет, вот те люди, которые говорят, что якобы отдали здесь земли, здесь никому земли, никому не отдали, ни мы, чеченская сторона, ни чеченская сторона нам. Выше поднимите еще раз карту. Вот эта территория во все времена, так называемая Зафартангой, она была за чеченской стороной. Вот эта сторона, вот эта Датых, вот эта вся сторона была. Датых, она, Датых наш, в республике Ингушеки. Вот все, что за Фартангой, это было и во время Чечен-Игушеки, и до Чечен-Игушеки, это была граница Чеченской. Хотя здесь жили разные фамилии, в том числе и Мержоевы, и Цечоевы, и ряд других фамилий, как наших ингушских, такие же Цечоевы, Мержоевы и, как мы уже говорим, чеченцы, да, но в целом это арсходевская тема была, и они здесь жили, и у них родовые башни, все остальное. Даже в 90-х годах, когда вот здесь события в районе Датыха проходили, те же Цечоевы, Мержоевы, другие сюда выезжали, и Чеченская сторона всегда выходила за Фартангу, и никто из наших туда не лез. То есть какие-то там таможенные посты стояли, ну и так далее. То есть это было устоявшись, это никому нет, ни для кого нет, не секрет. И когда сегодня говорят, что эти территории мы отдали, мы никому эти территории не отдали, и не забирали. Это территория Чеченской республики. Надо это признавать, и здесь никто не собирается никого обманывать. Я это спокойно объясняю для всех жителей республики, чтобы никто не обманывался на предмет того, что мы отдали Чеченской стороне или Чеченская сторона нам отдала. Никто никому ничего не отдавал. Единственное, как я уже говорил, вверху мы там договорились, уступили друг другу ровно метр-метр тысяча восемьсот девяносто гектаров земли и выровняли границу. Вот это тема. Поэтому прошу еще раз всех жителей правильно это понимать. Не поднимать смуту, не идти на поводу. И Даллендали это твердое решение. Я предупреждаю всех, кто собирается якобы митинговать. Я повторяю еще раз. Эти люди, которые призывают митингов, мы знаем их в лицо, мы знаем их, жители республики знают, кто это делает. Мы знаем, они по каждому писку везде. Потому что, ну, я не скажу, что они выполняют там задачи Америки или там Китая или Японии, не важно. Но они уж точно свои там какие-то меркантильные задачи выполняют. На эту карту уберите, мне она не нужна. Это вот эти карты, которые еще со времен там, из Советского Союза, эти карты, которые я сейчас показываю. Вот это. 28-го года. 28-го года. Вот это территория. Вот это вся Ингушетия. Вот это вся Ингушетия. А вот это там Сунжетский, Казачий округ, так называемый был. Даже в те времена, в 28-м году. А это все, вот то, что мы сейчас говорили. Вот они все места. Меречки, Гурши, Елхарой и все вот эти. Галанчорж. Вот это было всегда чеченской территорией. И кто сегодня говорит, что это наша земля, забрать, ну, давайте так, аккуратнее. Почему? Потому что с таким же успехом и на той стороне есть люди, которые говорят, Троицкое забрать, Нестеровское забрать, Сунжо забрать. Ну, Молгобек не говорят, Карабулак забрать, Вознесеновское. Мы так, знаете, никогда в жизни не остановимся, пока друг друга за последнего человека не истребим. Поэтому мы сейчас с руководством Чечни приняли решение. И я благодарен лично и Рамзану, и его команде, потому что они пошли навстречу и нам, и так же, как и мы пошли навстречу. Повторяю еще раз. Никто, никому, ни мы, ни они нам не уступали. Мы пошли по сложившейся границе, которая еще принималась до нас в 90-х годах, когда Чечни Мушетия развалилась, и мы приняли решение остаться в составе Российской Федерации. Поэтому на это обращаем внимание. Там еще одна карта была такая же, поднимите там архивную карту. И вот здесь то же самое, которое у нас везде продают все эти карты, повторяю, вот она, вот этот клин, вот он. Он всегда оставался за Чеченской Республикой. Даже те, кто у нас в магазинах эти карты продают, никто никогда не посягал вот на эту территорию. Она всегда была за Чеченской территорией. Поэтому те, кто вас особенно обманывает, там возит в заблуждение, и особенно те, которые вообще здесь не проживали, никто здесь не представлял никакие эти типы. Вообще люди там потусторонние, которые не знают, где находится этот фартанг, там, и до тех, где находится. Да, поэтому я здесь еще раз предупреждаю. Те, кто искренне там думает, болеет, да, можете обращаться, мы с вами будем разговаривать. Мы можем таким же образом это все разъяснить и еще раз показать. Вот по этому вопросу, еще раз повторяю, вот оно было, карта, которая у нас есть. Вот на этой карте обозначены Асиновская, ну, Сунжевская, Сирноводская и Давуденко. На этой карте. Объясняю еще раз, там, поставьте документ, который был подписан. Да, вот он, документ. И когда в 2003 году принимался, референдум проводился в Чеченской Республике, было принято решение двумя руководителями двух субъектов, что положение проекта Конституции Чеченской Республики о том, что в составе Чеченской Республики находится Сунжевский район, фактически относится только к населенным пунктам Сирноводской и Асиновской. Давуденко вообще было не в Сунжевском районе. То есть, таким образом, верните эту карту. Уже в то время, хотя до этого, еще во время Аушева, это тоже было определено, вы все помните, что когда был развал, никто из жителей Ингушетии ни в Асиновскую, ни в Сирноводскую не поехал. Это все помнят. И никто их не захватывал, никто их не забирал. И все остановились на тех границах, которые были. Даже на федеральной трассе пост, который там и чеченцы в свое время выдвигали, мы передвигали, мы друг друга выталкивали и остановились на тех границах, которые есть. Никто нигде не спорил. Вот здесь, в районе Фортанги, то же самое, как я уже говорил, когда зашли на территорию Татыха, тоже приехали, выдавили, но за Фортангу никто из Ингушетии не перешел. И там тоже пост таможенный. То есть, все осталось в этих границах. Если кто-то сегодня, мне вчера один говорит, ну надо было попросить Асиновскую нам вернуть. Наши предки там жили. Удивительное сознание людей. Вот я говорю Рамзану, отдай мне, пожалуйста, Асиновскую. А Рамзан говорит, хорошо, отдай мне, пожалуйста, Нестеревскую. И каждый начинает по этому поводу рассуждать. Я повторяю еще раз, и с нашей стороны, и с той стороны есть желающие вот эту всю схему испортить. Еще раз повторяю, наше соглашение будет реализовано. И дал, и надоле мы это все закрепим, как нужно. Как нужно закрепим. Вот здесь наши молодежные советы сидят, я вас специально собрал. Для вас то же самое, это объясняю. Если кто-то считает сегодня с нашей стороны, со стороны чеченской молодежи или жителей Чечни, что надо по их стороне по 1934 году все села забрать, а мы говорим, нет, по 1929 году все вернуть. Мы должны понимать, что никто здесь этого не сделает. Тем более ни я, ни руководство Чечни на это не идем. Мы уже определились окончательно. И мы эту линию проводим, границу проводим по уже сложившейся, устоявшейся в тех годах, когда все остались на своих позициях. И сегодня лезть туда или сюда, каждый должен понимать, даже метры земли у чеченского жителя, который там обрабатывает свою землю, или у ингушского жителя, который свою землю обрабатывает, без крови, без драки никто никуда не заберет. Поэтому давайте мы договорились, определились без всякой третьей стороны, сами между собой сели, обговорили и закрываем эту тему. Я здесь благодарен и председателю правительства, как председателю комиссии, благодарен в целом команде, которая признает, что это так нужно сделать. Благодарен нашим депутатам, сенаторам. До того, как я сюда к власти пришел, каждый день почти, каждую неделю мы на этих границах постоянно находили конфликты. Нам зачем это постоянно нужна, эту проблему? Буквально там две недели, три недели опять очередной. Нам это зачем нужно? Поэтому мы нашли в себе силы, и я, и Рамзан, чтобы просто закрыть эту тему. Никто нас не заставлял это делать, мы просто сели сами и пришли к этому мнению. Или мы это сегодня закроем, или мы завтра сделаем свои народы, из братских народов, вечными кровниками. Два братских народа. И мы решили до этого не доводить. Поэтому прошу это всех правильно понимать, особенно молодежи, которые наши здесь. Если какие-то есть вопросы, какие-то есть темы, если вы хотите больше узнать, надо председателю правительства видите, у него двери открыты всегда, он вам все это и расскажет, и подскажет. Тех деятелей, которые там бегают, что кого-то там депутатов от фамилии, там, Тейпан, Дахватов, рассказывают о том, что мы сегодня свои исконные земли здесь захватим, мы туда перейдем. Никто никуда не перейдет. Никто ничего не захватит. И тем жителям республики, которые кому-то верят, ну вы просто посмотрите, я уже говорил, я не унижаю, не оскорбляю кого-то. Ну вы посмотрите, мы наши, не я же это говорю, наши предки это говорили. Просто прежде чем за кем-то пойти, посмотрите его след. Кто он такой? Не может человек, который ничего не сделал, подсказывать всем, всех людей выгонять на митинги, подставлять их, и как-то некрасиво здесь поступать. Поэтому я прошу всех жителей это правильно услышать. Я понимаю, что появятся критики. И я еще раз хочу предупреждать тех, кто открылся, оскорбляет членов правительства или меня, или еще кого-то. Я еще раз предупреждаю. Не забывайте, кто мы, откуда мы. И завтра, когда ваш отец, а это уже было, когда я не буду там публично, там, можно, конечно, я это было сделать, заставлять, извиняться. Но когда, а это было, когда ваш отец или с вашего степа старше будет говорить, мы не знали, что он так сделал, я повторяю еще раз, все, что вышло из дела, вернется к вам. Прекратите оскорбления. Прекратите унижения. Скрываясь там за какими-то там блогами, все равно же узнают. И не забывайте очередной виток конфликта в республике. Мы только вышли из состояния войны. Сегодня ни один человек ни в соцсетях, ни там, нигде не говорит, да, охватываем бог федеральный, мне в середине 2020 года у нас будет четыре полосы туда и обратно, и у нас будет минимальное ДТП, ну и парад фугивый. Никто не говорит, и никому дела для этого нет. Сегодня никто не говорит про стадион, который построит республики. Сегодня никто не говорит, что со следующего года начинается реконструкция всех наших газовых сетей, и будет большое там подспорье для жителей. Про дома культуры, про то, что делается. Сегодня все кинулись вот сюда, где вообще даже те люди не знают, где это находится. И ни разу жизни там не были. И последующим, ни разу жизни там не будут. Потому что мне это сто лет не нужно. Но все равно кинулись все туда. Ну, как же вы так относитесь? Поэтому вот это и есть то, что наши и священнослужители, и старшие, и младшие всегда говорили. Парготу додадывай. Парготу додадывай мог. Парготу додадал. Парготу додадал. Парготу додадал world. Готови мы-луд Бог из власти, мог Бог из власти. Я еще раз обращаюсь к членам правительства и администрации, ко всем обращаюсь. Каждый должен вот эти позиции отстаивать. И здесь нет вопроса агитации, а есть то, что реально показано, рассказано, где наше. А тот, кто говорит, давайте по 1934 году, по 1929 году, еще по каким-то годам, слушайте, давайте уж то, что не при мне, то, что не при мне, это надо было тогда. Особенно меня очень сильно раздражает, когда это говорят те, кто в 90-х годах был во власти и ничего не сделал, или пытался сделать, и ничего не получилось. И сегодня хочется, чтобы я эти вопросы решал. Да, там, где, повторяю еще раз, там, где это не касалось населенных пунктов, там, где не касалось крестьянско-фермерских хозяйств, там, где оказалось только наших гупов, и чеченского гупа, и ингурского гупа, там, где мы сами, мы с Рамзаном просят сели, решили, ровно метр на метр, вот вам, вот нам и вырыли на границу. Но в селах, между селами, ни я, ни Рамзан не в состоянии это сделать, при всем нашем желании. Почему? Потому что если мы затрагиваем тогда людей, по-живому идем. Поэтому давайте все сейчас не будем по этому поводу торговаться, говорите, и те, кто хочет покоя, мира в республике, добросососов, братских отношений, и навсегда эту проблему закрыть, встаньте за моим решением, поддержите мое решение, мое решение, правительство решение, давайте уже доверьтесь нам, коль мы здесь руководим республикой. Но эта граница не будет мешать. Я уже говорил там, карту поднимите, вот это да, вот это. Вот здесь, мы уже говорили, никому здесь, я Рамзану 10-го сказал, цары не кашпак, вы не кашпак на лендере. И люди будут ездить друг к другу, и на эти башни, независимо, где они находились, имеют право посещать народовые башни, и Цичоевых, хотя часть башен Цичоевых остаются с нашей стороны, и Фартанге, и Миржоевых, и других Тейпов, так же, как и Новочи Орской, Галаев Орской, все в Орском Бире, к этому это все относятся, они будут сюда ездить, посещать, Тейпами собираться, кто мешает это делать. Поэтому административная граница, это не говорит о том, что мы там все шлагбаи мы поставим, мы договорились, и в ближайшее время мы сейчас по линии оперативного штаба я дал команду согласовать с Москвой, Панаку, и пост в Арштаб, который наш стоит, мы его уберем, там нет необходимости, пост в Аки-Йорке мы его уберем, у нас останутся посты только на федеральной трассе. Туристы пускай ходят, жители пускай ходят, все пускай живут и радуются жизни. И это не важно! Но когда мы доносят группы информацию, мы сталкиваемся с негативом, с личным негативом. То есть если человек уходит в простое галстике, он соответствует нужному состовию, которая прожит настроенных в целом в родину. Есть люди, которые, скажем так, откажите на тонер, высказываются о беседе этой власти. Но только вам говорили, что если мы не будем их предъявлять, то есть вы в их книгу и выиграете, если они из вам не соответствуются, то есть вы самому должны взять карту. Каждый мужчина, его долг самостоятельно, даже за которого не призывали по кресту, он сам должен писать эту ответственность. Мы на одном заседании высказали с молодым чиновникам, что если чиновник заставляет тех, кто не будет извиняться, то будут их наказать, то я вас хочу пересмотреть этот политик. И давайте все-таки расскажем с вашим чиновникам. В этом году мы с вами начали с молодым чиновникам. Мы с вами начали с молодым чиновникам. Юнезбек Кундал Лиас, что эти исторические моменты здесь. Война в России, как люди, как люди,ac trends. В этой реальности тоже гуляют. Блогеры и язги Ржбей, у них халбез, что и сочи доложь, сочи доложь, сочи доложь халч пейден дакцис. Поэтому ему хама, камин доблазжуасагу, зьях дес, ханяуш, тахан, камин си халейдеш, тахан масхановый олимпийский чемпионат, открытый алищ, ученых, Кыбарш, Кыбарш, тахан в республике, хахан, дак дыр хожжбивый юнезбек. Диалоз лори, амдацасы, дэн дэдсун, дэк вэй, гоштвэй, дэржвэй, бэргвэй, паддилам, ханяуш, дагау хоғаспш, дэкэдавуға чуал, Диалоз лебвэй , шыжандили whа ph preservation күлэгдес, кыңындайды күлэзж. от бәлэг бэрээг харнэ таханчачуа гадасын. what Sant Фасақ ханнэ шиYсагу, чу 매�аү poor дэрждэня тігэ4 брэх делают болг, Это очень хорошо. Я не могу. Я не могу. Я не могу.